Несколько десятков человек пришли сегодня в музейный комплекс парка имени Толстого. Повод весьма важный торжественный прием главы округа в честь Дня России. Еще до начала самого мероприятия гости и приглашенные начали занимать места в главном зале комплекса. Здесь представители разных сфер, спасатели, учителя, стражи порядка, медики открыли торжество исполнением гимна Российской Федерации. Глава округа Дмитрий Волошин поздравил химчан с праздником и отметил важную роль, которую занимают Московская область и химки, в частности, в Единой семье регионов России. Мы гордимся нашей историей и делаем то, чтобы ее успехи умножались. Наш регион, частью которого мы являемся, это центр политической, экономической и культурной жизни нашей страны. Я горжусь тем, что в Минске мы возим большой вклад в развитие России. После Дмитрий Волошин вручил награды и благодарности. В списке награждаемых около 40 имен. Это сотрудники аэропорта Шереметьево, аэрофлота, администрации химок, спасатели, налоговики, представители духовенства и жители, принимающие активное участие в жизни округа. Серафима Зырянова – одна из награжденных. В своих 66 она среди первых в рядах активистов участвует в жизни округа, посещает городские мастер-классы. Эти мероприятия я посещаю с приятельницами и подругами моего же возраста, химчанками. Мы свой город безумно любим. Стараемся, чтобы там все было, с каждым днем все лучше и лучше. Отдельной строкой идут 14-летние химчане. Свои первые паспорта граждан Российской Федерации они получили в канун дня рождения страны. День России имеет огромное значение для нашей страны. Это новая эпоха. По мнению Александра Дренова, за этот период было выстроено новое демократичное многонациональное государство. Сегодня этот день – это как символ единения всех народов России, как говорит президент, вокруг стержня российского народа, российской культуры. Поэтому мы сегодня повторяем простую фразу – пока мы едины, мы непобедимы. После вручения наград и благодарности – коллективное фото, фуршеты и обсуждение насущных вопросов округа. Акраман Ивлоев, Андрей Корнилов, Служба новостей.